Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Хочу показать свою новинку. Купила вот такую шикарную азалию. У нее высота 48 сантиметров и вот эта крона ширина 50 сантиметров. Представляете, какая просто охапка цветов. Просто нереально красиво. Просто вообще. Я не могла устоять, конечно. Я первую, я уже в сообществе помещала фотографию азалии. Я пока ехала за ней, ее уже купили. Но в другом салоне была вот еще таким малиновым цветом. Но она еще больше у нее крона, чем у той была розовой. То есть вот такая у меня красота появилась в моей оранжереи. И сегодня, конечно, поговорим об азалии. Я расскажу, как я за ними ухаживаю, какие ошибки допускаю. В общем, все на личном опыте. Вот посмотрите, шикарная. Я, конечно, постараюсь этот экземпляр сохранить. Пересаживать его нет, не нужно. Тем более, после магазина купленные цветы, их лучше не пересаживать. Особенно азалию и гордыню. Это очень капризные цветы. Вы, наверное, знаете. И самая такая, наверное, важная тема. И вообще, как сохранить такой шикарный цветок после покупки. Самое первое, что нужно сделать, когда вы принесли растение после магазина домой. Это нужно поставить, допустим, азалия. Если вы покупаете зимой это растение, то нужно поставить на окно, на светлое место. Даже, чтобы вот это зимнее солнце, но оно попадало на цветок. И, конечно, желательно, чтобы от батарей воздух, вот этот теплый, он не попадал на растение. То есть, там нужно, например, батарею чем-то прикрывать. Вот, вот так вот на батарею откинуть. И вот это тепло, оно не будет уже на цветок уходить. Вот этот воздух. Это вот самое важное. И ни в коем случае растение не нужно пересаживать до тех пор, пока вы не увидите, что пошел новый рост. Вот если вы увидите, что пошел новый рост, то тогда только нужно пересадить в посуду. Вообще, вот хорошо им подходит посуда. Это не обожженная длина. Вот эти горшочки коричневые. Они, кстати, очень хорошо смотрятся. У меня вот есть азалии. Они у меня сидят, честно говоря, в таких же стаканчиках. Причем они куплены уже давно у меня. Я их еще не пересаживала. Вернее, я их пересаживала, черенки у меня было видео. Но я их обратно пересадила в такие стаканчики, потому что что-то и не понравилось. Но это позже я вам покажу эти свои растения. То есть, вот я сказала, что нужно и куда-то ставить. И нужно смотреть, чтобы ваша азалия не пересыхала. То есть, у нее всегда должна быть такой влажная почва сохраняться, но не болото. То есть, вот какую-то такую золотую середину. И очень еще хорошо, когда поддон, вот например, в чем он стоит, он должен быть больше. Вот этот тут у меня маленький. И можно еще как сделать? Вот ее поставить. Можно из-под бутылочек пробки вот эти скрутить и под горшочек поставить, чтобы дно не касалось дна. И в этот поддон налить воды и поставить азалию вот на эти пробки. И тогда у нее, получается, будет влажная среда, вода будет испаряться и как бы вот это вот влага будет как раз хорошо для растений. Ну, вот мои азалии, про которые я вам говорила. Они у меня уже давно живут, но вот все никак не могу их переварить в другие горшочки. Ну, как я и говорила, земля. Землю я использую для азалии и рода дендемона. Ну, немножко добавляю, конечно, туда песочка или каких-то разрыхлителей, чтобы земля была такая выхлая. Они это любят. И на дно, конечно же, керанзит. Укореняется, кстати, азалия, ну, очень тяжело укореняется, если честно. Она укореняется очень долго по времени, то есть до полугода. У меня есть на канале видео, кому интересно, можете зайти посмотреть. Про укоренение. Ее еще можно укоренять, ну, допустим, веточку просто вот наклонить в землю и ее приткнуть. Можно даже шпилькой для волос ее и присыпать землей. И она на этом месте, на сгибе вот которую, даст корешочки. Но это пройдет не меньше, чем полгода. И еще азалия любит очень опрыскивание. Но ни в коем случае, чтобы вода не попадала на бутоны. Цветы, конечно, нужно прикрывать от попадания воды. Ни в коем случае нельзя, чтобы вода попадала на цветы, а то они как бы сразу испортят внешний вид у них и как бы они опадут. Удобряю я азалию специальным удобрением для азалии. Ну, раз в 14 дней. И примерно два раза в месяц поливаю. Обкисленная водичка лимонная. То есть тоже они это любят очень. Горшочки для азалия не нужно большие выбирать. Нужно примерно, чтобы вот пальчик находил между горшочками, тогда будет нормально. И ни в коем случае не нужно убирать старый грунт, обрезать корни. Это тоже для растения очень губительно. Лучше ничего не трогать. Ну, конечно, если там выгниваний нет. И переварить в новый горшочек. Вы, наверное, знаете, что в моей оранжерее очень много растений. Но вот эти, наверное, два растения самые капризные и самые красивые. Это азалия и гордения. Ну, вот гордению я покупала тоже маленький вкусик. Леруар Мерлен я ее покупала давно уже. И я ее сумела сохранить. У меня не погибло ни одной веточки. А зато видите, какие наросли. Она у меня заложила бутоны. Но гордения тоже такая капризная, что она даже вот ее когда поворачиваешь просто, да, с места. Не то, что переносишь. Она вот на меня сейчас, наверное, обидится, что я ее принесла. Потому что она скидывает сразу бутоны. Ну, думаю, она сейчас не почувствует и не скинет. Я знаю, что у многих после покупки это растение не выживает. То есть оно какое-то время, да, поживет и все. Как-то не могут справиться. У меня есть видео на канале, как я ухаживаю за гордением. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. Ну, вам еще хочу повертеть вот эту красавицу. Просто посмотрите, какая у нее шапка цветов. Вообще просто бесподобная. Я, кстати, первый раз увидела такую азарию большую. Все равно обращаешь внимание на цветы. Тем более я и люблю на ищем цветы. Я не видела такую, не встречала такого высокого штамма. И как бы у него здесь такой толстенький весь. И крона такая, ну прям вообще. Ну и гордения тоже моя красавица. Я тоже люблю очень это растение. Мне нравятся цветы ее. И какой они имеют аромат. Мне тоже нравится. И еще, конечно же, говорят, например, некоторые, что гордению нельзя ставить спайм, нельзя там ставить, что она пахнет сильно. Но это, во-первых, для тех, у кого есть аллергия на это, как бы аромат на это. А так, в принципе, от нее голова-то не болит. Наоборот, наслаждаешься просто ароматами. Ну, я, конечно, желаю всем удачи в выращивании этих красивых растений. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok